Мария, ваш вопрос. Здравствуйте. Подскажите, подруга бывшая была сильная, у нее зависть. Не общались пару лет. Через нее, как оказалось, пришло демоническое влияние и разрушение в мой брак и здоровье. Я разрушила небожьи связи, сожгла все подаренные ей мне вещи. Этого достаточно? И что сделать с фотографиями свадебными, где она присутствует, так как была свидетельницей? Фото есть напечатанные, а есть на компьютере. Идет ли через них влияние и что с ними делать? Мария, прежде всего, надо проверять свое сердце, потому что то, что мы притягиваем, то и приходит. Вокруг нас много может быть завистливых людей, много может быть людей несвободных. Но если мы сами изнутри защищены, то это к нам не прикоснется. Поэтому посмотрите в свое сердце. Есть ли там страх? Есть ли даже в плане того, что вы сейчас сказали, вот обнаружили, и это вот причина, вот где вина? А вы возьмите ответственность и скажите, Господь, где я пропустила эту стрелу? И когда мы, друзья, начинаем брать ответственность за ситуацию, в которой мы оказались сами, тогда мы уже не жертвы, тогда из позиции ответственности мы можем прощать, мы можем разделять или отделять от себя душевные связи. И тогда вам будет понятно, от чего вам надо избавиться, а что останется и вам не повредит. Поэтому я вас благословляю вот этой сбалансированностью, потому что все процессы, в которых мы оказались, это процессы, вызванные не кем-либо, а нами, потому что Бог внутри нас чего-то хочет достичь. Но кого-то, Он позволил, может быть, через кого-то что-то пришло. Но в любом случае, если вы только видите в человеке эту проблему, то вы останетесь с последствиями. А этого как раз то, чего ни вам не хочется, ни Богу. Поэтому разберитесь со своим восприятием жизни, восприятием Бога, восприятием себя и тех брачных отношений. Тем более брак – это ваша ответственность и ваша часть. Пропустите вы стрела туда или нет. И поэтому задайте Богу вопрос, что я могла сделать иначе, и попросите у него прощения. Скажите о том, что вы сожалеете, что вы не знали и что-то пропустили. И поблагодарите его за то, что он учит. Выразите ему свою любовь в том, что он делает в вашей судьбе и в вашей семье. И благословите эту женщину, потому что она сегодня оказалась под давлением собственного пропущенного удара, зависти или тем более вот таких еще и разрушенных отношений. Просто скажите, Господь, ты нам повелел, а ведь он повелел, любить врагов и благотворить ненавидящим нас. Поэтому это уже уровень, это уровень зрелости. И я прошу, чтобы Господь и вам помог увидеть, что эту зрелость он у вас сейчас хочет достать. Поэтому помогите ему это сделать в вашем согласии. А то, что убрать или оставить, это уже будет следующий шаг, и вы с этим легко разберетесь. Когда внутри вас будет уже совершенно мир, совершенное состояние души и сердца, и тогда вы сможете легко разобраться с любыми последствиями или атрибутами. Благословений вам! Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова